Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Не так, конечно, интенсивно 51 человек, но все равно это достаточно заметно И, по-моему, более тысячи пациентов С внебонечными пневмониями сейчас в регионе Скажи, пожалуйста, сам носишь ли ты маску? И я знаю, что ты ездил недавно в другие регионы Насколько там ситуация отличается от Кировской Или похожа на нашу? Безусловно, безопасность каждого из нас Зависит прежде всего от самих нас И каждый следит за собственной безопасностью Я, например, надеваю маску, заходя в общественное место Если это место массового скопления людей Торговые центры, большие магазины То есть я не считаю это зазорным Я не считаю это неудобным надеть маску Потому что рекомендации всех врачей в мире Говорят о том, что маска действительно спасает от этой болезни Пусть не 100%, но она защищает и спасает И поэтому я беспокоюсь за себя, за свою семью Я ношу маску Что касается жителей Кировской области Которые не соблюдают масочный режим Хотя он у нас действует В общественных местах В местах общепита Все равно в общественных местах В транспорте В транспорте Надо соблюдать масочный режим Я считаю, что это для собственной безопасности важно А те, кто этим пренебрегают Не соблюдают масочный режим Но это пускай будет на их совести И на их безопасность Это первое И поэтому здесь я соглашусь с губернатором Васильевым С его негодованием О том, что для Кировчан действительно созданы все условия Для собственной защиты Все на полках в аптеках есть Бесплатно в торговых центрах раздаются Но люди по карманам рассовывают эти маски И продолжают гулять по торговому центру Со своей семьей Не обращая внимания на безопасность Я считаю, что это безалаберность И все-таки с этим необходимо как-то бороться Но никто не борется Вот в чем дело Я про это и говорю И поэтому история только усугубляется Давайте приведем пример Недавно ввели штраф в Лондоне Например, 100 фунтов За не ношение маски В общественном месте Ну, то есть я считаю, что это Очень большая цифра Это очень серьезный штраф Который может сподвигнуть людей Все-таки позаботиться о своем здоровье И здоровье окружающих Надеть эту маску Это первое Второе Давайте посмотрим Опять же, пример Оттуда же, из Лондона Вот буквально на днях началось расследование В отношении одного из министров Которого запечатлели Выходящему из магазина Без маски Вы представляете, какой скандал Устроили В Великобритании Из-за этого инцидента Что сам министр призывает Всех одевать маски Сам говорит о том Что ситуация с коронавирусом Очень сложная и опасная А сам ходит в общественные места Без маски У нас, кстати, Игорь Владимирович Васильев тоже без маски часто Я вот к этому и клоню У нас не существует Такое ощущение Что общественного порицания В том числе и руководителей И политических лидеров Которые призывают К безопасности К масочному режиму Но сами не одевают маски Собянин не одевает маски Васильев не одевает маски Проводят совещания Проводят встречи с общественностью Вот недавно Васильев посетил Верхошижимский район Если я не ошибаюсь Или, прошу прощения Куменский район И там встречался с людьми Так вот, все окружение Одела маски На фотографиях это, да? Главы районов Главы сельхозпредприятий Сопровождающие лица Все в масках Все защищаются как могут А губернатор Васильев у нас без маски Это на фотографиях это видно, да? Ну и на видео, и на фотографиях Ну что у нас Особенный какой-то руководитель Алексей, может мы просто не знаем Может есть все-таки Кремлевская эта таблетка Может ограниченному количеству Руководителей российских выдали Если существует такая таблетка Я призываю Кремлевские власти Чтобы эту таблетку Распространили для каждого Гражданина Российской Федерации Потому что очень странно Что руководители Которые призывают к безопасности Сами эту безопасность не соблюдают Ну это мой такой сторонний комментарий Внешний Я недавно был Буквально на днях приехал Из других регионов Был и в Москве И в Смоленской области И в других регионах Побывал Значит Скажу вам следующее Вот например В Смоленской области Масочный режим Точно так же Не соблюдается Как и у нас То есть он Де юре Он объявлен Де факто Никто не соблюдает Это постановление Значит Общий ПИД закрыт вообще Только на вынос И только на доставку То есть если у нас Общий ПИД открыт Пожалуйста Заходи Обработай руки Антисептиком Кушай на здоровье То есть В угоду В угоду наших рестораторов То есть Наши рестораторы Еще не в самом худшем Положении Находятся по отношению С рестораторами В других регионах То есть В Смоленской области Ничего не работает Там бизнес Не знает Чем кормить Свои семьи Ситуация Ничем не хуже Не лучше нашей Но тем не менее Условия там Еще жестче Чем у нас Но маски не носят Но маски не носят В Москве маски не носят Да ладно Хотя и масочный режим Там отменен Формально масочный режим Отменен Там просто прирост По заболеваемости Очень серьезный Но масочного режима Де факто Там нет То есть по сути Я видел какие-то Считанные единицы людей Которые одевают маски Перчатки В ресторанах Ну например Если вы там Заходите в ресторан У вас Ну Объявление может быть И висит Что Обязательно Обработайте руки Антисептиком У нас соблюдаются Строжайшие меры безопасности Но де факто Люди заходят В ресторан Садятся за столик Ни официант Не предлагает Ни сами люди Не вытирают руки Пожалуйста Принимайте пищу Заражайте всех остальных То же самое В общественных местах Висит объявление Без масок Не обслуживаем Извините Но без маски Мы вам не продадим Товар Пожалуйста Стоит у кассы Человек 15 Социальная дистанция Не соблюдается Ни один человек В маске Не одет И в этой ситуации Говорить о том Что у нас Когда-либо Снизится Рост числа Заболеваемости В нашей стране Или в столицах Ну мне кажется Это русская авось Такое Это еще долго Такого не будет Это русская авось Безалаберность И ну конечно Люди устали Безусловно Несколько месяцев Приведя в таком Полуосадном режиме Против неведомого Врага Ну наверное Люди устали Безусловно Я прекрасно понимаю Что людям надоело Вот эти ограничительные меры Вот эта самоизоляция Но тем не менее Призываю все-таки Наших Наших граждан Кировчан Все-таки Подумайте О безопасности Своей О своих близких И об Окружающих вас Людях Потому что Койко места У нас в Кировской области Резко не увеличится Сами койко места Не увеличится А количество Заболевших Может и Резко увеличиваться Резко вырасти Но по крайней мере В общественных местах Действительно В магазинах И в общественном транспорте Алексей Кузьмин Предприниматель Депутат Кировской городской думы Пятого созыва В нашей студии И я как предпринимателя Сейчас Алексей Хотела вас спросить Наверняка уже знаете Накануне законодательное собрание Приняло законопроект Во втором чтении Льготы по ОСН По упрощенной системе налогообложения Законопроект Такой Ну принимался Достаточно Тяжело Я бы сказала То есть изначально Хотели принять сразу В двух чтениях В итоге настояли все-таки Приняли сначала В одном По-моему в мае Это было Или в апреле Может быть Я уже даже путаю Вот Пообещали Что ко второму чтению Пожалуйста Вносите поправки И мы Тот вариант Который есть Смягчим Возможно Там ограничения Какие-то уберем И большее количество Предпринимателей Сможет льготой Воспользоваться Что мы видим По итогам Вчерашнего Заседания Единственное ограничение Которое было снижено Это ограничение По списочной численности штата То есть Вместо 90% Сохранения штата Тем предпринимателям Которые могут Претендовать на льготу Разрешили сократить До 70% Или минус 1 человек Если микропредприятие Те поправки Которые предлагались По продлению Срока действия льгот То есть Не только на 2020 год На 2021 Не прошли Поправка Один мрот Вместо полутора мрот Не прошла То есть Приняли В минимальном пакете Что называется Хотя Обещали Что рассмотрят Все эти поправки И вроде как К ним прислушаются Почему вот так Происходит Ну я не знаю Есть ощущение Обмана какого-то Поманили морковкой Такой Ослика Он пошел А в итоге Ничего не получил По этому вопросу У меня есть Несколько Собственных комментариев Первый комментарий Связан С неким Политиканством В этом вопросе Мне кажется Здесь Экономики В этом вопросе Меньше Чем политики У меня Складывается Власти-то говорят Что они За бюджет Пекутся Что денег Не хватит Представители Региональной власти Представители Единой России Как политической Партии Которая К сожалению Доминирует В стенах Областного ЗАГС Собрания Сложилось Впечатление Что представители ЛДПР Или справедливой России Которые Постоянно Каждый день Поднимают Этот вопрос О защите Малых Предпринимателей Которым Сыплются Обращения Предложений Жалобы От малых Предприятий И от Небольших Бизнесменов Индивидуальных Предпринимателей Вот эти Представители Власти Единой России Они побоялись Того Что ЛДПР И справедливая Россия Как-то Ну давайте Жаргонно Выразимся Попиарится На этой Теме То есть Что Если они Добьются Своего А предложения Были Очень конструктивные Например От нашей Фракции Выступал Представитель Справедливой России Павел Дорофеев Он предложил Совершенно Конструктивную Конструктивную Мысль Основанную На Целом Ряде наших Там Дискуссий Предложений Обсуждений С представителями Малых Предприятий Это Продлить Вот эту Продлить Снижение По налогу По упрощенной Системе Налогоблажения На 21 год Это раз И 21 год Это раз Второе Сделать Убрать Вот эти Ограничительные Меры В виде Особо Пострадавших Отраслей Экономики Или особо Пострадавших Предпринимателей Мне кажется На мой взгляд В Кировской области Да и в других Субъектах Пострадали все Абсолютно все Малые предприятия Пострадали В период пандемии Коронавирусной Инфекции И так далее Все пострадали Нет ни одного Который Сидит и сейчас Подсчитывает Прибыль Кроме Производителей Масок И то они Вкладываются В оборудование То есть Никто не получил Прибыль От этой пандемии Пострадали все Почему Какие-то Дополнительные Стимулирующие Компенсационные Меры поддержки Должны получать Избранные Ведь Мы посчитали Что Вот Если будет Принят Правительственный Вариант А это Ну во-первых То что 1,5% Мы предлагали 3% Для 1,3 Такую процентовку Мы предлагали 1 это для тех Кто платит По системе Налогобложения Доходы И 3% Это доходы Минус расходы Так вот Мы предлагали Эту систему И мне кажется Что это был Правильный Правильный посыл И Эти меры Компенсации Поддержки Должны были Получить Абсолютно Все малые Предприниматели Ведь цена Вопроса Для областного Бюджета Выпадающих Доходов На будущий Год Потому что Упрощенщики Платят На следующий Год До апреля В 2021 Год То Если мы Почитаем Выпадающие Доходы От этого Предложения Они не Такие Большие Потому что Мы с вами Потратили Из областной Кубышки 270 миллионов Рублей На голосование По поправкам В конституцию На По сути Там Социологический Опрос Мнение Жителей Нашего Региона А здесь Мы Не готовы К выпадающим Доходам Почти на Такую же Сумму Но чтобы Поддержать Тысячи Малых Предпринимателей И их Семьи И их Работников И их Сотрудников И спасти И их Бизнес По сути Сейчас Речь У многих Малых Предприятий По сути Речь Идет О Выживаемости В таких Условиях И сейчас Мы отказываемся От этих Мер поддержки Уходим На Правительственную Инициативу Один к пяти 70 процентов И Полтора Мрота Но Мне кажется Это Является Исключительно Политиканством Для того Чтобы Не дать ЛДП Респределивой России Якобы Попиариться На этой теме Но я считаю Что Здесь Не тот Случай В котором Надо Вклинивать Политику Здесь Должна быть Исключительно Экономика Это первое Второе На сегодняшний день У меня есть Такая информация И Я думаю Что все-таки К этому Все придет Мы Очень надеемся Что все-таки Здравый Смысл У региональной Власти И у Единой России В областном Заксобрании Восторжествует И На Следующий Год Возможно Будет Принята Такая инициатива О Трехпроцентном УСН Для всех Три процента УСН И семь с половиной По-моему Для тех Кто Доходы Минус Расходы Да Для всех Три и семь с половиной На ближайшие Два года То есть На Двадцать первый На двадцать второй И я считаю Что Это тоже Разумная инициатива Я считаю Что Если областное Правительство Пойдет на этот шаг Если Будет Подсчитанная экономика Дебет с кредитом Сойдется В областной Кубышке И Областная власть Сделает все Возможное Чтобы получить Федеральное Субсидирование Вот этих Выпадающих Доходов А сейчас Я прекрасно знаю Что Подают заявки Субъекты На Вот эти Выпадающие Доходы На Так называемые Ну Это неправильно Неправильно Слово Относительно Бюджетно Но Кассовый Разрыв Ну По сути Это будет Кассовый Разрыв И Минфин Готов Готов Какие-то Деньги Выделять На Эти Разрывы Я считаю Что Если Областная Власть На это Пойдет То Я Исключительно Поддерживаю Эту Инициативу Мне кажется Что Это будет Правильное Решение Я думаю Что Предприниматели Тоже В некотором Смысле Воспрянут Что ли Да Потому что Когда ты На следующий год И Еще на год Вперед Видишь Перспективу Какую-то И возможность Воспользоваться Некой поддержкой То естественно Ты уже можешь Планировать Как-то и рост И развитие Своё Алексей Вы сказали Что это Политическое Решение Я поняла Что вы имеете Ввиду То есть Те поправки Которые предлагали Оппозиционные фракции Они не могли Пройти Потому что Тогда Оппозиционные фракции Сказали бы Что это мы Добились Нет ли у вас Ощущения Что Тут еще Сыграло роль Вот это Голосование По конституции То есть Принимали В первом чтении До А дальше Было Я не знаю Распоряжение Я не понимаю Как это вообще Происходит Там звонок Какой-то Из Москвы Что ребята Пожалуйста Не будируйте Негативную Там информационную Повестку Да Давайте Вот Обещайте Что вы Все дадите А потом Вот мы Отголосуемся Да Пройдет Это голосование И принимайте В этот законопроект Так как хотите Вы знаете Мне кажется Что в нашей стране Многое делается По такому же принципу У нас Поднимается НДС После президентских выборов У нас Принимается Самое непопулярное решение Сразу после выборов А до выборов Как вы ранее выразились Людям Показали эту морковку Поманили морковкой Сказали Что мы за малый бизнес Мы вас будем Поддерживать Всеми правдами И неправдами Отстаивать Перед федеральным центром Но вот Пообещали Малым предпринимателям Малый предприниматель Может быть И кто-то из них В это поверил Кто-то все-таки С головой И не поверил И сегодня Мы видим Эту картину Которую видим Все-таки Законопроект Принят во втором чтении И то что Вот Есть вот эта информация Это витает От трех процентов На будущее года Но ведь это всего лишь информация Это всего лишь обещание Это не документ И это всего лишь обещание То есть да Кому-то что-то там Пообещали Что железно Мы будем вносить Эту поправку Железно будет Это законодательная инициатива И все Тут малый бизнес Мы на всех парах Будем поддерживать Отставить интересы Но ведь это обещание Я призываю Малый бизнес Который сейчас Аккумулируется В телеграм-канале Ну тоже Представьте Такую ситуацию У нас Создано Куча разных Институтов Которые Формально Должны объединять Бизнес в нашем регионе В ТПП У нас есть Бизнес Амутсмен Амутсмен У нас есть У нас есть Различные общественные Организации Но почему-то Бизнес-сообщество Аккумулировалось Объединилось И начало Публичную дискуссию Только в телеграм-канале Который создан Был буквально Там на днях Я считаю Что это Необычно Для нашего региона Но я в защиту Деловых-то объединений Все-таки скажу Что собирали Они на своих площадках И собирали Они требования Там пожеланий От предпринимателей Доносили Там всеми Возможными способами Может быть Просто мы этого Не видим Ну я считаю Что вот такая Публичная Общественная дискуссия В интернет-среде Неважно где Это новинка Для нашего региона Это хорошо Что она есть У нас никогда Предпринимательское сообщество Так живо Не обсуждало Тот или иной вопрос То есть у нас Все работали В своих В своих магазинах В своих кафе На своих складах И мало кто Обращал внимание На какие-то Политические вопросы А сейчас Речь идет Конкретно О каждом бизнесе Речь идет О выживаемости Малого бизнеса Поэтому предпринимательское Сообщество Так объединилось Я считаю Что это Во благо Для нашего региона Тут вот Пришло нам Сообщение Я должна Его зачитать Не доказан факт Защищенности В маске Тут похоже Больше политики Чем медицины Пишут нам наблюдатели Цитирую Алексей Вас А в чем А в чем заключается Политика В ношении Масочного режима Я думаю Здесь больше бизнеса Чем Чем защиты Но Я не знаю Кто там Доказывает Не доказывает Но все врачи мира Говорят о том Что маска В какой-то процентовке Естественно Не на сто процентов Она защищает От этой инфекции Если это хорошая маска А не трусы В два слоя Сшитые С резинкой Алексей Кузьмин Предприниматель Депутат Гордумы Пятого созыва В нашей студии Мы продолжаем Тут есть еще Две такие вещи Со вчерашнего ЗАГСобрания Достаточно Ну такие показательные Что ли Да Ну во-первых Вчера утвердили Дмитрия Сергеева На посту руководителя Социального комитета Да ЗАГСобрания До него Эту должность Занимала Галина Буркова Занимала ее На освобожденной основе Галина Буркова Ушла Сейчас И исполняет Занимает Должность Уполномоченного По правам человека Да Вот ей на замену Собственно Дмитрия Сергеева И выдвинули Дмитрий Сергеев Это генеральный директор Фирмы Маяковская Он работал В Объединенном народном фронте Да Дмитрий Сергеев Вчера уже сказал Что на освобожденной основе Он пост этот Занимать не будет То есть будет совмещать Его с основной своей работой Почему важен этот момент Насколько я понимаю Вчера задавали Вопрос депутаты Галина Буркова Когда Избиралась Председателем Комитета Почему Освобожденная была Должность Да Ей говорили Что Ну вот Собственно Социальные вопросы Это важные вопросы Человек должен заниматься Ими целый день Да Не уделяя внимания Еще чему То есть профессионально Заниматься Деятельностью Вот По социальным вопросам Комитета По соц вопросам У Дмитрия Сергеева Есть еще одна работа Понятно Что он человек ответственный Ну я надеюсь на это Да И что он Будет уделять большое внимание И работе в ЗАГС Собрании Но тем не менее Почему-то вот Вопросов не вызвало Это да Что не весь день Он будет посвящать работе Социального комитета Ну безусловно Безусловно Знаю и уважаю Сергеева Как очень порядочного человека Очень Я считаю Что одного из лучших специалистов В строительной сфере В нашем регионе Еще раз повторю Порядочный человек Это уже Комплимент В современной Российской действительности В наше время Что порядочный человек С ним Приятно работать Честно ведет Все свои дела И то что он будет совмещать Деятельность В областном ЗАГС Собрании На посту Представателя комитета И у себя В Маяковской Будучи директором Крупной строительной компании Я считаю В этом ничего нет зазорного Потому что Ну мне кажется Будет ли он успевать Вот в чем дело Вот на мой взгляд На мой взгляд Который все равно Я человек Все равно погружен В эту кухню Я вам скажу следующее Представатель комитета В областном ЗАГС Собрании Не загружен настолько Насколько вы думаете У него загрузка То есть Это не ежеминутное присутствие Это не Горы документов На столе Это не Бесконечные Там выездные Какие-то мероприятия Нет Это такая Планомерная Достаточно Достаточно Ненапряжная Я бы сказал Я бы выразился Работа И поэтому Я думаю Что Сергей В этой ситуации Будет справляться Человек Еще раз повторяю Достойный Человек Который Долгое время Работает в УНФ А в УНФ Тоже деятельность Все-таки ведется Общественно-социально-политическая Поэтому Человек знаком С ситуационными Проблематиками В социальной сфере Я думаю Он с этой Должностью справится Вопрос в том Почему раньше Буркова не могла Справляться Без денег на это Ну я вам Ну мне кажется Это мое Особое мнение Для Буркова Исключительно Добивались Выделения Заработной платы Потому что Более человек Нигде не работал Поэтому Это к этому моменту Ну это исключительно Этот вопрос Личный вопрос Который Пообещал Не знаю кто там Пообещал Возможно Быков Пообещал ей должность И поэтому Ставка была Исключительно платная Для Калины Игоревна Это верно Алексей Кузьмин В нашей студии Предприниматель Депутат Кировской гордумы Пятого созыва Еще один Еще одна тема Была озвучена Это история Со строительством Нового микрорайона Это вчера Александр Чурин Сообщил Южнее чистых прудов В городе Кирове Ну большой микрорайон Достаточно Обещают там По-моему 25 тысяч Жителей В этом новом микрорайоне Построить Детские сады Школы Чуть ли не театр Вызывает вопросы Дорожная инфраструктура Об этом поговорим После рекламы Особое мнение На 101 Сегодня это особое мнение Алексея Кузьмина Мы продолжаем Новый микрорайон Большой микрорайон Жилой Южнее чистых прудов Анонсировал накануне На заседании ЗАГСа Председатель правительства Александр Чурин 25 тысяч человек Будут там проживать По прогнозам Детские сады Поликлиника Театр По-моему Шесть детских садов Там обещано Две школы Поликлиника И целый И даже театр 141 гектар Займет Все это Вот такая вот история Просто Вот эта тема Со строительством Южнее чистых прудов Она поднималась Еще весной И тогда я помню Задавали вопросы По поводу того Что не очень понятно Как оттуда люди Будут выезжать То есть отсутствует Транспортная инженерная Инфраструктура Ничего по этому поводу Пока не говорится Ну то есть понятно Что есть там путепровод Понятно что Есть возможность выехать Там еще по улице Четвертой пятилетки Как-то да Вот старая дорога Из чистых прудов Ну не очень понятно Справится ли с таким потоком Ну безусловно Что при строительстве Такого микрорайона Нужно учитывать Все социальные Всю социальную проблематику Массовые секционные Жилые застройки Это первое Ну естественно Это школы Детские больницы Школы Детские сады Больницы Поликлиники Ну как вы анонсировали Еще театр Ну почему бы и нет Для нашего города Театр Никогда не будет лишним И это первое Второе Необходимо учитывать Транспортную логистику Транспортную инфраструктуру Я не очень просто Из карт понимаю Все таки через путепровод Оттуда можно будет выезжать Или через улицу Ленина Потому что улица Ленина Это стоит вообще Планы городских властей Уже давно Витает эта идея О соединении чистых прудов С центральными улицами города Например с улицы Ленина Вот этот путепровод Который был построен Через Транссиб Он тоже будет иметь Там определенное продолжение Дальше То есть выход на На производственную Туда и так далее Ну то есть Транспортная инфраструктура Рано или поздно Там будет появляться Это первое Второе Жителям города Кирова Которые возмущаются Вот такой плотной Плотной квартальной Застройки На свободных Земельных площадях В нашем городе Стоит напомнить Что нужно Определяться Либо шашечки Либо ехать Либо жители выступают Против точечной застройки Которая может Которая может появиться В нашем городе опять Потому что город Все равно растет У нас прирост Прирост населения В городе Кирове У нас один из немногих Городов Полумиллионников В котором Постоянно идет Прирост За счет притока Из районов Из районов Кировской области Во многих Крупных городах Наоборот идет Отток населения Киров все равно Будет пребывать Куда-то Людям необходимо Селиться Жилищный фонд Ветшает С каждым годом Никакие капремонты И программа Капремонта Не спасет Кировский жилищный фонд Рано или поздно Жилищные условия Люди будут улучшать Изменять Укрупнять И так далее Поэтому Город должен расти Пускай он растет Новыми микрорайонами Если они будут Просчитаны И проработаны То есть вы за комплексную застройку Я за комплексную застройку Потому что Здесь надо выбирать Город все равно Будет расти Он все равно Будет расширяться Вопрос куда Либо он будет Секционно Плотно заселяться С соблюдением Всех социальных Социально необходимых Инфраструктурных норм Это школы Поликлиники Детские сады Дорожная инфраструктура Или город Будет развиваться Внутрь И появляться Будет точечная застройка Если У вас У ваших родственников Перед окном Вырастет Семнадцатиэтажный Жилой дом И затмит Ваше солнышко По утрам Мне кажется Вы тоже будете Недовольны И будете возмущаться Точечной застройкой Вот надо выбирать Либо это Либо это Либо так Либо так Кстати говоря О точечной застройке Я не знаю Алексей Успели ли вы Знакомиться С генеральным планом Развития Кирова Который Сейчас Довольно Активно обсуждается Собственно Паблик Строим Киров Обратил внимание На несколько Очень важных моментов Ну в частности О застройке Почему-то Как ни странно Я не знаю С чем это связано Не факт Что так и останется Но в новом генплане Есть территории Это зеленые Ныне территории То есть это парк Например Мемориал У дворца Пионеров Многострадальный Который отбивали Местные жители Парк У дворца Культуры Железа Нодорожников Которые сейчас Как я понимаю Все таки Являются Рекреационными Зонами А в новом генплане Якобы Вот эта территория Она закрашена Специально Таким цветом Который предполагает Что на Вот этих вот землях Может вестись Застройка Я не знаю Корректировка Разумеется Будет Наверное Там и общественные Слушания какие-то Пройдут Еще что-то Но вот сам факт Того что это появляется В новом генплане Конечно не может Не настораживать Я вас умоляю Какие общественные Слушания Нет В Кировской области В городе Кирове Не существует Полноценно эффективного Инструмента Института Как общественное Слушание У нас На любые Самые сложные Самые спорные Вопросы Мы депутатами Загоняли палками Активистов Представителей Средств массовой Информации Жителей Конкретных домов Микрорайонов Придите на Общественное Слушание Выскажите Свою точку Зрения Задавайте Вопросы Голосуйте Против Какого-либо Проекта Если вы Действительно Возмущаетесь Вы думаете У нас там Когда-то Полные залы Собирались Вот единственное Полный зал Я помню Это по Как раз Дворцу Мемориал Вот этой Зеленой Рекреационной Зоне Там действительно Терраспорт Начинали строить Да То есть там Как раз Были полные Общественные Слушания Ну и к чему Это все Привело Построили По какой-то Мутной Полукоррупционной Схеме Построили Вот эти Развлекательные Центры Потом Передали Так как Это уже Объект Был Обанкротившийся Компанией Передали За три копейки Кировскому Застройщику Кировский Застройщик Построил В принципе Хорошее заведение Ничего плохого По крайней мере Оздоровительно-спортивного Характера Ничего плохого В этом объекте Нет Действительно Это не автосалон Не пятерочка Это действительно Важные Спортивные Спортивные Учреждения В этом районе Оно самое то Приглянулось Местным жителям Так вот Общественное слушание В нашем городе Это не рабочий инструмент Это фикция Я всегда призывал К реформированию Этого инструмента Чтобы У этого инструмента Появились Ну хоть какие-то Рычаги давления На городскую администрацию Даже если Общественные слушания Пройдут Негативно Для городской администрации Будет принято Отрицательное решение Все равно Это все Уносится На заседание Комиссии В городскую думу С подачи Городской администрации Ну там Между делом Кто-нибудь скажет Ну на общественных слушаниях Этот вопрос Не поддержали И все И депутаты Как это Мимо ушей Всю эту информацию Пропускают Как будто не слышали Голосуют за Этот инструмент Не рабочий Это первое Второе Но ведь изменение Эта зона Через Гордуму Должна проходить В генеральном плане Ошибок Не бывает Никаких там Погрешностей Ой случайно Извините Мы там Зону Правила Разрешенного Использования Случайно взяли Не тот маркер Взяли Такого не бывает Все изменения В генеральном плане Это очень Это слишком Серьезный документ Все изменения Вносятся На комиссии Городской думы На городскую думу С посыл администрации Соответствующего управления Департамента Значит Никаких там Ремарок Ошибок Погрешностей Быть не может Если Появилась Зона Общественной деловой Застройки У дворца Мемориал И Появилась Общественная зона Деловой застройки У ДК Железнодорожников Да То мне кажется Что сейчас Это кому-то уже важно Кому-то это интересно Появляются Какие-то Мутные проекты Не согласованные С общественностью Рано или поздно Это все будет выноситься На лояльную комиссию На лояльное заседание Городской думы И проталкиваться В нужном Для себя Русле Как это у нас Происходило Неоднократно У нас люди Меняются В городской администрации Но мне кажется Политика И подходы И действия Мне кажется Не меняются А остановить-то этот процесс Каким-то образом Можно все-таки Я говорил о том Если конкретно Необходимо Необходимо Реформировать Институт Общественных слушаний Раз Необходимо Жесткая Общественная Дискуссия Общественный контроль По каждому По каждому Дискуссионному вопросу Это два Необходимо Самое широченное Обсуждение И присутствие СМИ На этой проблематике Потому что Если СМИ региона Города Не будут обсуждать Такие резонансные вопросы Эти вопросы Будут под ковром Протаскиваться В городской думе Как это было Неоднократно Да, мы помним Парк Победы Конечно же И многие другие Примеры Еще о городских темах С Алексеем поговорим Я бы хотела Попросить вас Прокомментировать Недавнее интервью Дмитрия Осипова Глава администрации ГТРК Он его давал Рассказал в нем Об остановках И заборах И те, и другие Собираются менять Ну, в частности Дмитрий Осипов Рассказал, что Хотят Разработать Четыре вида Остановок В городе Кирове Я так понимаю Что это типовые Какие-то будут остановки Да И причем Там Дмитрий Осипов Если я верно понимаю Не понравились Остановки Из профилированного Листа и поликарбоната И вероятно Будет все-таки Задание Дано какое-то другое Вот вам, Алексей Кажется Насколько реально Оснастить Киров Остановочными павильонами Красивыми Современными Это вот декларация такая Или все-таки Действительно Желание что-то изменить Ну, я сам называл Эти остановки Когда стали Уже непосредственно Их устанавливать Когда протащили Вот этот макет Через городскую думу Я их сам называл Поликарбонатным закутком То есть Складывается такое ощущение Что человек Заходит в какую-то теплицу Постоять там Минутку Другую Там до автобуса Подождать Не получить Комфортного Городского сервиса И Абы-кабы Заскочить там В первый автобус Я считаю, что и подход Во всех крупных Цивилизованных городах Следующий Что на остановке Человек проводит время Он там проводит время В дождь В ветер В слякоть В снегопады В жару Он там проводит время Где Жаркий климат Где жаркие погодные условия Делают остановки С кондиционерами Где Там Холодный климат Делают Делают остановки С подогревом С подогревом сидений С подогревом пола И так далее Городские власти Во многих Крупных городах Предпринимают Все возможные усилия Для того, чтобы Создать на остановке Комфортное Время провождения Жителей В Кирове Тоже же предпринимают У нас Создали Поликарбонатную Остановку С завышенной На мой взгляд С завышенной В несколько раз Ценой С внешним видом Который не только Не вызывает доверия И уважения Который В принципе Не должен Этот остановочный Павильон находиться В полумиллионном Городе Я вот Еще раз Приведу пример Только что Был в Смоленской Области В небольшом Городе В 30 тысяч Населении Но там Остановки Выглядят Солидней Они стоят Дороже Они выглядят Солидней Они комфортнее И людям Я вижу На них Приятно Находиться И они Могут Подождать Общественный Транспорт А у нас В нашем Поликарбонатном Закутке Страшно Что крышу Ветром Через 5 минут Не сорвет А вода Капает Стекла Если есть Разбитые Никакого Дополнительного Сервиса Зарядки Телефонов Вайфаев Это я уже Вообще Молчу Там Во многих Городах Терминалы Стоят Самообслуживание Можно Шоколадку С минеральной Водой Купить В терминале И все это Делает бизнес И этот бизнес Зарабатывает Деньги на остановках Содержит Этот остановочный Павильон Во многих Городах Он строит За свой счет Я правильно понимаю Вы считаете Что надо передать Обратно Я считаю что Концессия На остановочные Павильоны В нашем городе Она актуальна Я считаю что Рекламный бизнес Вот этот мелкий Бизнес по продаже Какого-либо Оборудования По пополнению Там не знаю Каких-то Транспортных карт Там и так далее И так далее Какой-то мелкий бизнес Готов взять На обслуживание На содержание Или возможно На строительство Этих остановочных Павильонов Я считаю что Это правильный подход А те Поликарбонатные Вот эти вот Я у меня язык Даже не повернется Назвать Конструкции Это остановкой Конструкции Они вынуждены Позорить наш город Перед Приезжими Приезжими Гостями Мне кажется Что это стыдно Такие остановочные Павильоны Не должны быть У нас в городе Тоже за концессию Алексей Ладно Посмотрим Конечно Как это все Будет устанавливаться Пока я так понимаю Что все-таки За городской счет Это все устанавливают Так ведь? Ну все верно Конечно Раньше-то были предприниматели Но конечно Раньше был каждый Сам себе хозяин И остановки Выглядели Ну по-разному Они выглядели Какой был предприниматель Так и выглядела остановка Совершенно верно Благодарю Алексея Кузьмина Предпринимателя Депутата Городской думы Пятого созыва За особое мнение Мы на этом программу завершаем Алексей До свидания И спасибо До свидания Особое мнение На 101FM